МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кадры выращаются все. У Гомеля пройшла областная коллегия Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодей Аблвы Конкама. Удельники обмерковали пытанье подрыхтовки квалификованных кадров и больше полного выкрыстания потенциалу работников идеологичной вертикали. На коллегию запросили керавников ответных управления Урайвы Конкама и сродков массовой информации региона. Как означает, подчас посаджения наместник старшини Гомельского Аблвы Конкама Владимир Привалов, в любой галине тем больше идеологичной, повинны працаваць адекватные, профессийные, сучасные люди. Большая мощность требует давать молодые. Потребно свочасово зауважить сталиновитого молодого человека и допомогать ему реализовать свои профессийные задолженности. Так само идеологи повинны больше працаваць с людьми, видать каждое предприемство своего региона и клопоты тех, кто там працует. Подчас коллегии так само означали работников идеологичной сферы, якие проявили себе в этом году. Я не отрималі подяки и грамоты, як областного, так и республиканского узровняв. Самый главный закон о том, что кадры решают все, он был, есть и будет. Когда мы строим работу на опыте работы прежних каких-то интересных моментов, но мы сегодня смотрим в будущее, а будущее – это наша молодежь. И замечательно, если молодых специалистов встречают и их видят, их ценят, им дают толчок, а не тогда, когда они растворились в потоке вот этих будничных каких-то моментов, и про них просто забыли. Теряется интерес к работе и теряется вот этот запал молодежный. У Гомеря отбылся областный семинар-практикум «День резервиста» на тему «Развитие лидерских сдольностей и рост особенного потенциалу будущих керующих работников». У делу мероприемствия приняли студенты и молодые специалисты, которые находятся в перспективном кадровом резерве Гомерского облыва «Канкама». Ины поудельничали у тренинга, хи сустречах с молодыми керавниками, а так само наведали особные предприемства областного центра. Вероника Ворошилина с подрабязностями. Открытие областного семинара-практикум «День резервиста» проходило у стенах Гомельского державного медицинского университета. Тут собрались и наибольшие успеховые и перспективные молодые люди. Это выдатники в учебе, степендията специального фонда президента Республики Беларусь, активисты в науковой и громадской справе. Студенты и молодые специалисты, которые сейчас находятся в перспективном резерве областного выканавчего комитета. Это молодые люди, которые обладают лидерскими и организационными якостями издольной до керавницкой деятельности. Моя карьера, мой жизненный путь в больнице, в медицине только начался. Я врач-интерн, активно участвую в различных мероприятиях, как резерва, так и совершенствую свои практические навыки как врач. Все только начинается, я не хочу загадывать. Буду активно работать, стараться совершенствовать свои навыки, знания. Но дальше жизнь покажет, как сложится. Подчас проведения областного семинара практику «Маддень и резервиста» молоди пропоновали поудельничать в интересных тренингах и встречах с молодыми специалистами, которые сейчас работают на отказных посадах. В целом, главное мета мероприемства – развитие лидерских якостей и керавницких вздольностей людей, которые стоят в перспективном кадровом резерве. Мероприятие – это нужно для чего? Для того, чтобы молодежь видела, какие достижения она может получить в дальнейшем. Для того, чтобы понимала, каких целей хочет достичь. Различные семинары, которые проводятся на подобного рода мероприятиях, помогают совершенствовать свои лидерские способности, совершенствовать свои какие-то знания в различных других сферах деятельности. Одним из главных вопросов, расследованных подчас областного семинара «Практикума», стала реализация державной молодежной политики в Гомельской области. Молодь – главный социальный ресурс краины. А тому, зараз для людей, которые мкнутся працать на корысть Беларуси, створаются все умовы для комфортного проживания и реализации их потенциалу. Вероника Ворошилина, Максим Славин, телерадио «Кампания Гомель». У Гомеля отбылся урок «Миру, можности и патриотизму». Он был организованный областным отделением Беларусского фонда «Миру» и промеркованы данные, доходящие 73-е годовины вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников. Миротворчое мероприемство ладилось в рамках республиканской военно-патриотичной акции «Устрои зауседы у памяти навечно» – подрабязности у наших корреспондентау. У Гомельским областным палаце творча сидят сей молоди, собралися проставники розных поколений. Тут и живые видовожцы падей часовой чиной войны и молодь, яка им кнецца заховывать память о Великой Перамозе и яе героях. У зале в Учне установа дукации областного центра, так само Лоевского, Реческого и Гомельского районов. Дарослые еще раз нагадали им про агульную народную трагедию, якую принесли советским людям в 1941-1945 годы. Были продемонстрованы кадры документальной кинохроники. У свою чаргу у выкананной дятей гучали крональные песни и верши про падзей военного лихолетия. Кульминацией мероприемства стали выступления и презентации школьников об героичной биографии своих прадедов. Присутные подшули 10 соправдных историй про ветеранов Великой Чыной войны, які уденичали у Реческо-Гомельской вызволеншей операции. Я буду рассказывать о участнике Великой Чыной войны Шпаке Сергею Ивановичу. В 1941 году попал в плен, где и погиб. Наше училище нашло место его гибели и передало информацию родственникам. Урок «Миру, мужности и патриотизму» был организованный Гомельским областным отделением Белорусского фонда «Миру» и примеркованный до надыходящей 73-й годовины вызволения города над сожем от немецко-фашистских захопников. Миротворшее мероприемство ладилось в рамках республиканской военно-патриотичной акции «Устрои за усёды у памяти навечно». Акция продуглеживает долготерминовый характер и закликана заховывать героичную память про Великую Айчыную войну и перемогу советского народа, выховывать у молодзи почутё патриотизму и беражливого ставления до героичного минулого своих земляков. И вот они расскажут о своих или прабабушек, прадедушках, или близких родственников, что они знают о их жизненном пути и их вкладе именно в победу, которую мы одержали над самым коварным врагом. Вероника Ворошилина, Александр Гамоля, Максим Славин. Телерадиокампания «Гомель». Протягиваем выпуск. Выстава-продаж «Щодра-восень» открыла у «Гомели» сезон перед новогодних выстав. Она распочала работу у лядовым палацеем. Свою продукцию тут проставили каля 40 предприемствах у большинства своё мясцовых. Основные тематичные разделы – вопротка, абуток, парфюмеры, харчовая продукция. Проставлены так само сувениры, выробы народных умельцев. Як поведомили у региональном отделении Белорусской гандлёво-промысловой палаты, у Снежни перед новогодние выставы пройдут у Речицы, Светлогорску и Гомели. Самой бойной из них станет 11-й республиканский универсальный кермаш «Новогодний калейдоскоп». Лепшую аутошколу Гомеля вызначили у областной дзержа аутоинспекции. Подобный конкурс ладится у першыню. Головная мета – выявить лепших майстров по подрыхтовцу водителя у категории «Б». А так само параллельно с гэтым аценицю зровень ведаў и навыкаў, як настаўнікаў, так і будучых водителеў. Подробя з ней раскажа Яуген Пабылавец. У конкурсе прынялі ўдел каманды ўсіх аутонаучальных арганізацій Гомеля. Перамошцы вызначаліся ў трох номінацях. Майстр вытворчага навучання, лепшая курсант і аутошкола. Усе выпрабаванні такіеш, які празвычайны здашы экзамінаў на правы. Спочатку вусны адказы, дзе дазваляецца адна памылка. Потам аутадром і керавання на вулицах города. Адна амова крыхуў складнялась поборнства. Трэба було не толькі правэльна адказыць на пытані, але і ашы і робіць гэта хутка. Першы этап тэрэтишных выпрабаванні ў прашлі далёка не ўсі курсанты. Не справіліся навад некаторы майстры. Што да практичныя часткі, тут галуна – увага. Сачыць застанам руху на дарозі, не прапускаць дарожныя знакі, правэльна выконываць каманды экзамінатора і не халявацца. С самого начала с учніком знакомішся, смотришь па чалавеку. Если он слушает внимательно мастера, то, конечно, і будзе успешна здача екзамена. Паваньках з поборнстваў лепшым майстрам прызнаны Ілля Бураков. Лепшы курсантка і автошколы стала Татьяна Жукова, а лепшай школой – організаційна структура ДСАА в центральнах районах Омеля. В целом, хочу сказати, што все автошколы находяться в одинаковой позиции. Цифра колебліцца от 40 до 60%. Успешной здачі з перого разу. У будучшым дзяшот инспекція плануе проводзіць такі конкурсы і ў масштабах ўсёй в області. Яугін Паблавец, Дзмитрий Радзянка, Телерадокампанія Гумель. Обласны этап олимпіяды по финансовой письменності прайшоў ў педагогічным коледжі Мявыгоцкага. Республіканская олимпіяды проводзіцца ўже ў трэцій раз. Сё лето ёе ўдзельніками стали 74 старшокласнікі. У Беларусі активно реалізуються сумісні проекты сферы едукації і банковській супольністі по повышенню узровню фінансовой письменності. Сё родых – Республіканская олимпіада для школьників. Йеидайным натхняльником выступило управління Нацбанка Республіки Беларусь. Міністерство едукації підтримало іниціативу. Сё лето ў районному этапі олимпіады приняли ўдзель 900 старшокласніків, сё роды яких обрали лепших для ўдзелу областным туры. В олимпіаді принімаєт учащіся 10-11 класів. Первые три міста – победіцелі. Ані будуть представляць Гомельську область на Республіканській олимпіаді в Мінскі в декабрі месяцем. Следуючі – десятка лучших. Для них підготовлін Національним банком Республіки Беларусь, Приорбанком, Белограпромбанком – утішітельні прізи. Пытання гэта года у основным былі звязаны з проведзіной дінамінацією. Наприклад, як візначыць сапраўдність банкнот і термінных выходу з абароту. У школах зараз нема прадмета, як і забезпечуў бы падрахтоўку да олимпіады, ў нікаторых установах прадугледжіны факультатывы. Аднак кераўніцтва варашаю самастойно. Уносіць іх ў расклад занятка ў ціне. Міністерство аддукації спадзеецца, што правядзення гэтэй олимпіады стане стымулам для ўключэня факультатыва ў в учабную праграму. Международна практика показывает, що финансове образование детей в последующем формирує устойчиву фінансову систему государства. Снижає вероятность различных кризисов. Представители учреждений банков Республики Беларусь посещают школы, де тоже проводят уроки, связанные с финансовой грамотностью, разъясняют какие-то банковские инструменты, банковские продукты. В перспективе говорить достаточно сложно, но я думаю, она и в дальнейшем эта работа будет находить свою поддержку как со стороны педагогического состава школ, так и со стороны банков, министерства образования. По выниках олимпіады третье место заняла гомельская гимназистка Вероника Жукова. Диплом другой ступени отправился знадзея Никитенко-Ужитковичи. Переможцем другого этапа олимпіады по финансовой письменности стал Алексей Васьков, десятикласник с Калинковича. Ганна Корольчук, Игор Марыченко, телерадио-компания «Гомель». У православным життю гомель отбылась значная падея. У храм Преображения Господняга доставили частинку моща у святой Матроны Московской. Змесца падей наш наступный репортаж. Гомель стал чарговым пунктом припынку исследований каучыга с частинкой моща у святой Матроны Московской по храмах белорусского экзерхата. До праведной молитвенницы и заступницы, як до незгасного светоча, имкнутся верники у радости и у бяди. Перед свою смертью прадракальница сказала, «Усе-усе, приходьте до мяне и рассказывайте, як живой, про свой смуток. Я буду вас бачить и чуть, и допомагать вам». Галина Сятун прислуживает у гэтым храме кольки памятая себе. От приходжан ей доводится чуть мнозство дзюнных историй об допомозе Матроны Московской. «Рассказывают, обращались и ездили даже в Москву. Не было детишек, тут же появились, поехали благодарить. А тут, видите, у нас, можно сюда прийти и отблагодарить. И рассказывают по болезни. Она помогала. Люди поставят очередь какую, чтобы только к ней проложиться. Она помогает всем. По вере нашей нам дано будет». Святую старыцу ведают миллионы верников, но Русия я шануюця сабліва. Народілася будучая прадракальниця невидушчай, але усея ежицё – приклад бескарыстного служэння людям, духовный подвиг любові, миласырнасті і тярплівасті. Так само, як і прожитці православная Матрона і зараз да помогає людям, падмацовуе у веры, сутя шая дае надзею. В народе святую ласкава называюць Матронушкай. Яна да помогая отрымать тое, што не мела сама, здоровье, материнского счастья і дах над головой. «Для мене це сабытие моєї духовної радости, потому що я знаю із духовної літератури, што Матушка Блаженна Матронушка, она є поможницей нашою. У мене є дуже хороша подруга, которая любить її очень, просила її, і она помогла купить її дом». Місце пастаяннага знаходження можча у Паважанай у православном святі святой Пакровський жаночий монастыр у Москві. У Гоміль же у рамках хреснага хода святого, тині по приходах беларускага екзархата доставлена частінка можчу Залістінській епархії Русской Православной Царкви. Пакланіцца ёй можна до 4-го Сніжня. Наталія Ігнацінка, Алесі Рудзянкова, Ігор Марышчэнка, Телерадио Кампанія «Гоміль». Гэта, а так сама інша новіны, вы можете знайсті на нашым сайті у інтернеті па адресі www.tevergomil.by. І на гэтым наш випуск завершений, у студии працавала Наталія Ігнацінка. Я і мої калегі жадаем вам удалага дня. До нових зустріч у ефірі! Дякую за перегляд!